В университетской библиотеке И вот люди всего мира словно собранные воедино пред моим внутренним взором И один человек парит над ними и заносит меч над их головами Тому предлагается учетная запись Передана гестапо Гамбурга Нашелся ли в гамбургском гестапо человек, который бы раскрыл эти страницы? Маловероятно А если бы да? Изменилась бы человеческая история? Не случилась бы катастрофа? Мы не будем гадать Сам факт этой находки Это соединение несоединимого навело нас на мысль Мы хотим посмотреть на историю Третьего Рейха А именно на те годы, когда катастрофа только зрела С 33 по 39 Глазами Кабалы Глазами Баальслама Сегодня встретил знакомого пастора Его тоже записали в Евреи Предки понвели Какое счастье, что погромы и ужас, черная форма СС Завтра все это будет позади Завтра Меня зовут Густав Шродер И я капитан Мой теплоход называется Сент-Луис Завтра, 13 мая 1939 года Он отчалит из Гамбурга, чтобы доставить на Кубу 930 еврейских беженцев Кое-кто из них уже прошел через Дахау и Бухенвальд Родина великодушно разрешила им взять по 10 рейхсмарок Это где-то 4 доллара Прорва денег, чтобы начать свою жизнь с нуля Привет Скажи, то, что ты публикуешь в сети Это вроде как твоя новая книга? Я что хочу спросить Ты вообще смотришь новости Или целиком погрузился в историю И трогать тебя опасно? Знаешь, приезжай ко мне Просто приезжай, я хочу тебе кое-что показать Ты знаешь, что это? Понятия не имею Типографский станок? Это табулятор Холлерита Вычислительная машина Предок компьютера А это знаешь, что это? Это перфокарта Точно Табулятор Холлерита и перфокарта Такие не опасные с виду вещи Хотя существует версия, что без них Холокост был бы невозможен По крайней мере в таком масштабе Прости, я не очень понимаю связи С 33-го года, как только нацисты оказались у власти Они начали строить банк данных Переписывали евреев на перфокарты А потом заносили в эту машину Которую им поставляла Кстати, ты знаешь, на каком заводе собирался твой комп? Разумеется, IBM Главным исполнительным директором IBM С 1914 по 1956 год служил некто Томас Уотсон За свои заслуги в кодификации евреев он получил высочайшую награду рейха Орден заслуг германского орла Кстати, непосредственно из рук фюрера Они, видишь ли, дружили Да, мерзкая история Ты слышал меня? Он до 56-го года служил на той же должности Его даже не понизили Прости, понимаешь, хватит Вот просто хватит, хорош, достаточно Понимаешь, все палачи уже мертвы А дети их детей, которые собирали мой компьютер Лично передо мной ни в чем не виноваты Ты знаешь, я не хотел тебе говорить, но я просто вынужден Антисемитизм существует, я с этим не спорю Но существует также и огромная разница Между 33-м годом и нами сегодня Знаешь, как она называется? Государство Израиль Кто это? Вчера прислали из Франции Наше существование, как каждого человека, так и всего народа Балансирует на весах жизни и смерти А спасение в том, чтобы отыскать такое могучее средство Которое может быть найдено лишь под угрозой нависшей опасности Скажи мне Адольф Гитлер Тот самый эфрейтор, который требовал истребить евреев как туберкулезную бациллу? Почему он решил освободить эти 930 человек? У тебя нет никаких предположений? Нет Ни единого А у тебя? Думаю, да Фюреру хотелось иметь некую легитимацию, поэтому он устроил этот спектакль Ни на секунду не сомневаясь, что ни одна нация не пошевелит пальцем, чтобы спасти евреев Скажи, а ты не допускаешь, что фюрер был банально не в курсе? И все произошедшее было просто случаем? Случай И горе нам, когда мы говорим, что все произошедшее с нами – это случай и слепая судьба Этому есть лишь одно лекарство – вновь послать нам бедствия таких размеров, чтобы увидели мы в них, что не случай это, а неотвратимое высшее управление Кто все эти люди? Это счастливые пассажиры Сент-Луиса Их 937 У каждого из них есть миграционная виза на Кубу, купленная с огромным трудом за почти непосильные деньги Им пока неизвестно, что правительство Кубы отменило ее неделю назад И сообщили об этом нацистским властям? Ну, наверняка, как бы то ни было, 13 мая 1939 года пароход Сент-Луис отчалил из Гамбургского порта Послушай, что пишет капитан Шреддер Сразу же в день отплытия на теплоходе Сент-Луис пассажиры устроили танцы И не только танцы Пассажиры катались на роликовых коньках, принимали воздушные ванны Музыцировали, крутили романы Я дал приказ своему помощнику сделать невозможное и заставить наших пассажиров Забыть о перенесенных и нестраданиях Невзирая на скромный бюджет, создать самые лучшие условия Продукты были свежие, белье в каютах отглажено Главный зал первого класса я решил выделить под синагогу Кстати, большой портрет фюрера, который его украшал, я приказал не снимать Почему? Я подумал, что ничего не разозлило бы его больше Это стерей, дубль два, новый кадр Почему? Я никому не обязан давать отчет Я капитан Знаешь, мне непонятен твой тон Да нет никакого тона Это не преступление танцевать и кататься на роликовых коньках Согласен И искать хорошей жизни для своих детей тоже не грех Я не имею в виду только пассажиров Сент-Луис Я это уже понял Вот ты все время цитируешь этого каббалиста Он представляет евреев в качестве носителей какой-то особой судьбы Ну ты спроси кого угодно А никто не жаждет этой особой судьбы Ни один Мы научились жить не хуже любых других народов И доказали это Причем не только в Израиле Но и по всему миру Хочешь загадку? Знаешь, считается, что природа ведет с человеком диалог Причем не один, а сразу два Первый с человеком как с личностью И это его личная биография А второй диалог с человеком как с частью народа А вот это уже называется Не знаю Знаешь, подумай Правда, не знаю История Точно И поверь, те, через которых посылается нам эта история Все эти правители, президенты, короли Среди них тот же Гитлер И неважно, чувствуют они нутром это послание или нет Они всего лишь исполнители Они все Они всего лишь Почтовая марка Все страны мира будут для вас пустыней Вы будете скитаться, как овцы Заблудшие и лишенные всего Вам не разрешат покупать ни дома, ни поля, ни сада Это слова моего Рэбе Помню, я учил по ним святой язык Плохое предчувствие не покидает меня Мое имя Аарон Бостнер А что внутри послания? Неужели непонятно? Мне нет Исполнилось все, о чем говорили еврейские пророки Изгнание закончилось Неужели ты считаешь, что эфрейтор из Вены читал пророка Исаию? Предполагаю, что читал Ну, с чего вдруг? А даже если не читал, послушно исполнял все, что было предсказано Что именно? Что для спасения евреев им необходимо переселиться в землю Израиля? Нет То, что на еврейский народ природой возложена миссия И пришло время ее исполнять Природа, миссия, ты знаешь, меня тошнит от мистики Меня тоже Цивилизованные народы, которые должны были нас спасать, бросили нас Еще задолго до плавания Сент-Луиса Первое объяснение к закону о гражданстве Рейха от 14 ноября 1935 года Еврей не может быть гражданином Рейха Он не имеет права голоса Не может занимать должности в государственных учреждениях Чиновники, евреи будут уволены до 31 декабря 1935 года Браки между евреями и подданными немецкой крови запрещены Половая связь между евреями и подданными немецкой крови запрещена Евреям запрещено вывешивать национальный флаг Евреям предписывается ношение одежды еврейских цветов Всякий, кто нарушит указания, будет наказан тюремным заключением Это так называемые Нюрнбергские законы о расе Я искал нечто подобное этому в современном мире, но, к счастью, не нашел Я от ненависти поразил народы мира стремлением стереть нас с лица земли Что привело к ужасной гибели наших собратьев Мы плывем шестой день Почему так тоскливо нас сердце? За окном только море Мы ехали в Гамбург с водителем в форме СС Это студент нашего папы Он увидел его имя в списке на арест и сам предложил нам машину Наш папа был очень известным в Берлине врач Мы, сестры Инесс и Ренесс Пейнер И ненависть народов еще не улеглась Их садистский инстинкт никак не насытится Однако теперь ситуация совершенно иная Мало того, что нас обступили одновременно по всему миру Когда это было написано? Это из газеты «Ума», которую он издавал В сороковом Но он пишет об этом в прошедшем времени Как будто это все уже произошло К тому же самые передовые народы Приспокойно заперли перед нами двери Не испытывая ни малейшего сочувствия и жалости Я нашел Что ты нашел? Ты хотел знать, как расовые законы работают сегодня? Я тебе скажу Не надо копаться в архивах Их издают каждый день И не только одна страна, но и весь мир Просто сегодня вместо слова «еврей» Принято говорить «Израиль» Читай газеты Организация объединенных наций побила рекорд За один день было принято сразу шесть резолюций Критикующих Израиль В частности, в одной из них говорится Что все действия, принятые Израилем С целью навязать свои законы в Иерусалиме Будут считаться незаконными Ты прав Кто этот парень? Идеальный немецкий солдат Расовый образец Фото с листовки тиражом в сотни тысяч Нравится? Его имя известно? Да, Вернер Гольдберг Друг детства сына обер-групперфюрера СС Карла Вольфа Парень, увы, оказался евреем Да Ну, что с того? Просто с течением обстоятельств Да Подойди сюда на минуту Не так давно в поселке Сумкино Тобольской области Поставили монумент Правда, быстро убрали У этого, как ты его называешь Творца Есть чувство юмора У него вообще нет никаких чувств Это просто закон природы А когда люди не понимают законы природы Они говорят в течение обстоятельств Или случаев На палубе прохода Сан-Луис Произошел случай Пассажир Макс Лев Внезапно выхватил бритву И вскрыв себе вены Зросился за полос С стивическим криком Мы все здесь блестит истерики Уже третьи сутки Мы стоим на рейде Возле порта Гавана Нас могут пускать на берег Что нас ждет? Что это за закон? Прости? Но если Творец это закон То что за закон? Закон гармонии, равновесия Любви к ближнему Ну, можно и так сказать Скажи, почему, когда я слышу Про любовь к ближнему У меня ощущение, что меня насилуют? Потому что так и есть на самом деле Не хочешь прокатиться? Куда мы едем? В музей Лухамея Гетаот Войны в гетто Хочу показать тебе кое-что Ты хотела знать, как это работает? Творец, его законы Его диалог с человеком через историю Послушай, как это объясняет каббалист Михаил Лайтман Ученик старшего сына Барсулана Жми клей Мы находимся под воздействием двух сил Положительной и отрицательной Это силы нашего развития Если мы понимаем, как они нас развивают То мы можем ускорить наше развитие И идти в нем в положительном направлении А если не понимаем, тогда мы будем получать удары Как упрямый ребенок И, конечно, нам тогда будет плохо Если следовать твоей теории Не моей, каббалы То давление, которое оказывалось на евреев в Германии Оно росло не просто постоянно, но и целенаправленно Вот смотри Я составил таблицу Дело в том, что в 1933 году они объявили бойкот еврейскому бизнесу Это прозвучало, как гром среди ясного неба В 1935 году были подписаны два первых нюрнбергских закона Евреев лишили гражданства, а также избирательных прав И запрещали жениться с неевреями Но погромов тогда еще не было Более того, в 1936 году во время Олимпийских игр Даже снимали вывески евреям здесь не место Но, начиная с 1937 года Началась реализация Еврейские предприятия продавались по бросовым ценам Увольняли всех, управляющих, рабочих Но погромов тогда все еще не было Это да Паспорта отнимали Каждому еврею для удобства полиции добавили имена Да, Израиль для мужчин и Сара для женщин Но погромов тогда все еще не было Но начались чуть позже 9-10 ноября 1938 года Обстоятельства, которые разворачиваются перед нами Становятся все более угрожающими Ситуация развивается по желанию наших врагов Которые рассчитывают стереть нас с лица земли Я видела толпу людей, стоявших напротив великолепной синагоги И бросавших камень ее изумительные цветные окна Нас захватил жуткий страх Мы прибежали в школу, чтобы укрыться И нам сразу же сказали, что наши родители должны нас оттуда забрать Еврейские магазины в центре Камбурга были разрушены Стекла разбиты Товары выброшены на улицу, облиты водой чернилом Понимаете, это был полный хаос, полный крах Что-то ты рано вырядился Пурим-то не завтра Этот твой жакет Не вижу ничего смешного в том, чтобы одеваться элегантно Кстати, знаешь, именно из-за этих жакетов выходцев из Германии называли еки А я слышал другую версию Еки юди кшеавана Еврей тугадум За негибкость и отсутствие чувства юмора Однако эти шутки довольно быстро кончились Вот, посмотри, например, что пишут И все же небольшая часть немецких евреев сумела добраться до Палестины Они, еки, дали толчок здравоохранению, журналистике и банковскому делу Из их среды вышли знаменитые судьи и адвокаты Они создавали израильскую разведку, организовали филармонический оркестр Кажется, половина из них осела в Тель-Авиве Да, население Тель-Авива увеличилось в трое Город изменился, улицы наполнились тысячами по-европейски одетых людей Киоски уступили место кафе и ресторанам На месте песчаных дюнь возводились дома, задуманные в модном архитектурном стиле Баухаус В 2003 году ЮНЕСКО провозгласило Центр Тель-Авива всемирным культурным наследием За выдающийся пример нового градостроительства Хочешь старый израильский анекдот? В чем отличие между еки и девственницей? В том, что еки навсегда останется еки Это самый не смешной анекдот на свете Здесь собрались чужие люди, наследовавшие культуру 70 народов Каждый строит себе подмозки в собственном духе-вкусе И нет ничего, что могло бы объединить нас изнутри в одно целое Только что я получил приказ берегового начальства Они требуют, чтобы Сент-Луис немедленно снялся с рейда Эти мерзавцы Стереть, эти паяцы Стереть Нам даже не позволяют пополнить запасы воды и провизии В этой ситуации я принимаю решение И несу за него полную ответственность Мы покидаем Гавану Но не покидаем местное побережье Решением судового комитета мы послали радиограмму президенту Рузвельту Президенту Франклину Деону Рузвельту Белый дом Во имя гуманности умоляем задействовать все ваше влияние на кубинскую администрацию С целью скорейшего возвращения германского лайнера Сент-Луис Что ты замолчал? Не знаю, мне не покидает ощущение, что вся эта история с кораблем это какая-то дурная пьеса Да, расписанная по ролям Но невозможно доказать Мне тут прислали газетку Хочешь прочесть? Новое слово? Иммиграционная газета, не красная, можно верить 7 июня 1939 года Гавана Вчера президент Кубы Лоредо Бру предложил еврейским лидерам компромисс Поселить временно евреев на безлюдном острове, получив заранее залог в 500 долларов с каждого На судне тогда было 907 пассажиров, итого 453 тысячи Беррисон, представитель еврейских бирженских организаций, предложил общий залог в размере 443 тысяч долларов Это оказалось для Кубы неприемлемым Лайнер отчалил, получив приказ из Берлина не задерживаться Они не повадили за 10 тысяч долларов Я просто не верю Я тоже Знаешь, что не дает мне покоя? Мы с тобой все время сравнивали два процесса То, как рос антисемитизм во времена нацистской Германии И то, как это происходит сегодня И всегда находили много аналогий Потому что законы природы неизменны Да, я знал, что ты это скажешь Но единственное, чего я не нашел в современном мире Это хрустальные ночи Когда погромы совершаются с молчаливого согласия правительства Этого нет Пока нет Пока нет Знаешь, что это означает? Что все, что происходило с 9 ноября 1938 года и далее Ждет нас впереди? И очень умирает и слава пророка И залью свою ярость, внушив в сердца народов ненависть к вам Дабы они изгнали вас из своей среды И еще Я буду судиться с вами Лицом к лицу И вы поймете Что невзгоды эти были не случайны Телефонограмма в Белый дом осталась без ответа 32-й президент Соединенных Штатов Фрэнклин Делано Рузвельт Ответил на нее за год до того, как она была послана Только ответ получил не капитан Гамбургского теплоходства А фюрер германской нации Сегодня очередная черная дата Ровно 11 месяцев прошло с того проклятого дня Я до сих пор храню эту открытку с видом на Эвиан Эвиан-ле-Бен Курортный город во Франции на берегу Женевского озера Город известен как роскошный бальнеологический курорт Интерес для туристов представляют дворец Люмьер, казино И исторический фуникулер, соединявший набережную города с отелем Рояль В июле 1938 года здесь, в отеле Рояль Состоялась Эвианская конференция Целью которой была оказать помощь еврейским беженцам от нацистского режима в Германии Ты замерз? Да нет, просто знобить что-то По инициативе президента США Франклина Рузвельта В Виане собрались представители 32 стран, включая Германию Ты когда-нибудь бывал там? В этом городке? Нет, никогда Мне кажется, это самое мерзкое Самое пошлое, самое отвратительное место на Земле Откуда тебя знает? Ты там жил? Еще чего не хватало? Оставь покой этот городок, он тут ни при чем В послании, которое было отправлено из Эвиана в Берлин говорилось Ни одна из стран не оспаривает право германского правительства На законодательные меры в отношении некоторых своих граждан Чтобы ты знал, отель Рояль в городе Эвиан-Лебен выглядит вот так Здесь жили люди, которые решали, должно такое случиться с нами или нет Невозможно смотреть на этот позорный спектакль, когда весь демократический мир Гитлер изнывает от сочувствия к несчастному еврейскому народу Но остается равнодушным, когда приходит пора помочь ему Подпись «Адольф Гитлер» Вот, вчера прочитал Американские журналы для собаководов в сороковых годах Вели компанию по приезду чистопородных английских щенков в Америку Чтобы те случайно не пострадали при бомбежке Были тысячи предложений Скажи мне, зло неизбежно в этом мире? Однажды я слышал, как на этот вопрос отвечает каббалист Михаил Лайтман Это зависит от того, как долго мы хотим оставаться глухими голосу природы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только что стало известно, нас возвращают в Германию Мы погибли Так мечтала моя Какой вздор думать сейчас о морских купаниях, когда нас ждут Дахау и Пуффенвальд Это катастрофа Вот он, ваш культурный мир, Англия, Канада, вся Европа, Соединенные Штаты Все они знают, что нас ждет, и все отказываются нас принять Я предлагаю захватить пароход Я был в Дахау На моих глазах охранников скопил человека штыком Просто забава ради Я принял решение О нем знают только мой первый помощник и главный механик Как нам и приказано, мы идем полным ходом в Европу Но не в Германию На юге Англии, на побережье Бичи Хэд Я посажу Сент-Луис на мель И эвакуирую всех пассажиров Всех до единого Так я решил Я капитан Это, конечно, благородно, но в такой же степени и наивно Капитан Шреддер был редким исключением Потому и был причислен к лику праведников мира Присаживайся Я вижу, ты увлекся спортом Шикарный велодром Да, неплохой Ну, ты же собирался помочь мне Рылся в новостях Мы хотели доказать, что сегодняшний мир похож на Германию Третьего Рейха Надоело? Да, бесполезно Сегодняшняя новость устаревает быстрее, чем их хорошее Успевает напечатать Да и так все понятно Цивилизованные нации не помогут нам История заходит на второй круг Кстати, это не совсем тот велодром Тот велодром находится в пятнадцатом округе Парижа Какой такой тот Вот Но я все-таки покажу зимний велодром в дымке уходящего дня И крутой деревянный трек, и шелушание шин по дереву, и напряжение гонщиков, и их приемы Эрнест Хемингуэй В июле сорок второго года на этот велодром французы свезли всех евреев в Париже Среди них более трех тысяч детей Отсюда они были отправлены прямиком в Освенцию И там, как они сами пишут, были немедленно умершлены Французы, говоришь? Да, французские полицейские Там не было ни одного немца, галлы управились сами Культурная женация По сравнению с этим, все сегодняшние теракты А, кстати, сказать тебе, что произошло сразу после того, как отсюда вывезли три тысячи детей в газовые камеры? Сказать или сам догадаешься? Через два дня после этого гонки возобновились Тот, кто защищает евреев, приносит бред своему народу Они могут попить о терроре Мы же отвечаем, террор ни за что Это общественная гигиена Мы хотим избавиться от этих субъектов точно так же, как врач избавляется от бактерий Что будет, если такое прозвучит с трибуны ООН? Ведь это уже не так трудно вообразить Если миллионы людей считают, что ты все зло мира То как же ты велик в их глазах Они словно говорят тебе, мы все зависим от тебя Это шутка? Нет, это истина Ну какой нам толк от этой истины? Объясни мне Огромный Теперь мы знаем, что можем полагаться только на самих себя Послушай, ну мы и так уже практически не страна, а остров Точно Мы похожи на груду орехов Соединенных из вне мешком, который облегает и объединяет их Однако такая слитность не превращает их в спальное тело Кто этот господин? Он похож на фокусника Глава Европейского бюро организации Joint Ему удалось невероятное Его имя Морис Тропер Какие силы привел в движение этот человек? Какие связи? Мы не знаем Европейские державы сами не поняли, как это вдруг произошло Как они открыли все свои порты для этого несчастного рейса? Достигнуто окончательное соглашение по высадке пассажиров правительства Бельгии, Голландии, Франции, Англии Великолепно взаимодействовали организации еврейских общин, чтобы это стало возможным Морис Тропер Но они вернулись в Европу Но не вернулись в Германию Но часть из них погибла в концлагерях Но большинство спаслось Наше плавание закончилось Прощай, пароходцы Спасибо тебе Ты был спасительным домом Я спас детей Остальное неважно Я высажусь в Клазго И дождусь там своей очереди на американскую визу Я уйду в отставку при первой возможности Я не верю в чудесное спасение Нам не стоит забывать простую истину Все страны погружены во мрак И только земля Израиля Несет в себе свет Духовность раскрывается в ней И человек может соединиться со своим конем Как учил меня Маребя Я Аарон Познав Сельский учитель иврит Это так? Земля Израиля, на которой мы сейчас находимся Ради которой мы постоянно деремся с арабами Она наделена какими-то особыми свойствами? Так сказано в Торе Послушай, чудес не случится Государство Израиль способно предоставить евреям убежище Но не более того, мы будем вынуждены Постоянно жить в этой крепости, осрожденной навечно Есть такой сценарий, но он наихудший из всех возможных Единственно возможный Если будем упрямыми, как бараны Скажи мне, ты можешь мне объяснить хоть раз Максимально логично и рационально Вот эта твоя природа или творец или там история Как бы ты это ни называл Зачем им надо было сгонять евреев со всего мира Именно на этот раскаленный пятак земли? Зачем? Чтобы собрать нас вместе Только так еврейство может выполнить то, что обязано Народу мира дать новизну Какую новизну? Можешь говорить, понятно? Хорошо Кстати, ты можешь меня поздравить, я закончил книгу Я бы хотел, чтобы ты посмотрел мой последний пост в блоге Сейчас, пока другие еще не готовы к этой роли Мне нужно избрать народ Кому это мне? О ком он говорит? О творце, конечно Ты же о нем спросил И если согласны вы стать народом, избранным из всех народов Я буду повелевать вами и станете вы царством служителей Что означает возлюбить ближнего своего в высшем понимании заповеди Возлюби ближнего своего как самого себя Которая является сутью всей Торы Больше ничего от нас не требуется Только пример мира и справедливости И тогда не будет ни войн, ни катастроф, ни второго Сент-Луиса И жить мы будем невысажденной крепости Ты не поставил дату на свой пост? Потому что это сегодня А также каждый час каждого дня Приложить исполинские усилия Необходимые для преодоления пути полного препятствий Возможно лишь при нерушимом, как сталь, единстве Всех частей народа, без исключения Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok